вот это вот, блин, реальная жесть! 27 метров! многим, кто давно подписан на мой канал, нравятся дикие прыжки с нереальных высот но где этому научиться? есть ли специальные профессиональные бассейны? некоторое время назад я побывал в Китае, чтобы посмотреть на открытие первого в мире чудо-бассейна фишка этого сооружения в том, что тут есть платформа высотой с 9-ти этажное здание с которой лучше не прыгать, иначе без шуток можно разбиться с такой высоты лететь почти 3 секунды, а скорость при входе в воду примерно 85 км в час по пяткам вдаривает очень больно, а если прилететь неровно, то может потребоваться помощь спасателей потребуется ли она в этот раз? пока не понятно для кого это все? запасайтесь терпением! надеюсь, каждому, кто хотя бы раз в жизни был в бассейне, этот выпуск будет интересен в России и даже в мире нет ничего подобного что происходило на церемонии открытия? правда, что первым официальным прыгуном тут стал человек из России и вообще, как я добрался до Китая? что там происходило? чем кормили? видео будет интересным, полезным и насыщенным а в конце расскажу, что случилось у меня с ногой в этот раз и вообще, что по здоровью? надеюсь, сегодня с 27 метров будут только хорошие прыжки и обойдется без жертв хотя кто его знает? все прыжки выполнены профессиональными спортсменами ни в коем случае не повторяйте самостоятельно с кем мы еще не знакомы? меня зовут Вадим Бабешкин я снимаю видео про страх и различные эмоции, связанные с водой последние дни получились мега насыщенными спал буквально, наверное, часа по три в пятницу, как вы помните, купил билеты небольшая предыстория зачем я взял и резко сорвался в Китай и чуть было не потерял кучу денег так как визу мне успели сделать только за час до вылета может, прозвучит глупо? но для меня это было что-то вроде погони за мечтой я мечтаю о том, чтобы у меня был открытый бассейн с разными вышками и большими бортами чтобы мы могли делать нереально крутой контент тем более, что я вам задолжал шарик из 20 метров пока не нашел, где это снять а началось все с того, что буквально пару недель назад я заказал у сестры 3D-макет бассейна своей мечты с голубой водичкой и с гигантской вышкой 20 метров который хотелось бы когда-нибудь реализовать для канала ничего подобного в мире я думал, что нет и насколько я был шокирован, когда случайно увидел в Инсте примерно такой же бассейн с вышкой 27 метров и оказалось, что открытие в Китае примерно через 3 дня совпадение? может, я вообще захочу туда переехать? теперь всего 9,5 часов в самолете и я в Поднебесной а еще, если с вами летят китайцы с чипсами, берите противогаз 24 градуса, местное время 10 часов на 12 минут больше всего в жизни после молочной пенки, разумеется я ненавижу стоять в очереди на паспортном контроле за рубежом еще ни в одном аэропорту мира не было такого, чтобы русские быстро проходили какой-то там поможенный, паспортный контроль по перелёту сейчас вот посмотрим, насколько это правдоподобное предположение в Китае указательный средний безымянный мизинец левой руки ну все, короче, границу прошли теперь все под колпаком у всех есть отпечатки пальцев в базе так что, короче, не получится здесь типа дико сильно шалить меня встретил в аэропорту сотрудник бассейна и повез меня в гостиницу кстати, если не считать того, что собирали отпечатки пальцев и, ну, вроде как, это такая довольно-таки интимная процедура то это первый раз, чтобы я куда-то приехал и не торчал на паспортном контроле в какой-то гигантской очереди в общем, все было максимально быстро и это очень приятно первое, кстати, что бросается в глаза, это хорошие дороги и что все автоматизировано вот она сторона на развитого социализма вот он гостиницу мне предложили от бассейна со скидкой поэтому поселился я в пяти звездах не буду тут устраивать обзора а-ля Орел и Решка просто скажу о паре вещей, которые меня реально поразили вот смотрите, обычный, казалось бы, богатый номер хорошая кровать, дорогой стол, все прилично и тут на тебе доширак блин, ты что, дураки со всем, что ли? не знаю, может, это традиция какая-то? ванная хорошая, но слишком такой низкий душ я сам такого среднего роста, метр семьдесят пять блин, я только что понял, что был вообще нормальный душ ну ладно, но я помылся как маленький китаец расист, расист! напишите в комментариях, а что вот это делает в номере? респиратор какой-то ядреный ребята, 27 метров, это просто чума честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что буквально за пару дней собрался в Китай и теперь я здесь самый высокий в мире круглогодичный профессиональный стационарный бассейн для хайдайвинга для понимания вот стандартный бассейн с 10-ти метровой вышкой и если сравнить его с китайским, то это будет выглядеть примерно вот так до сих пор не могу поверить, что я с такой умею прыгать с такой высоты проводятся соревнования Red Bull, кубок и чемпионат мира и еще несколько небольших соревнований по миру везде это открытая вода и стационарная вышка каждый раз организаторы строят вышку заново и тут китайцы хоп и отгрохали первый в мире такой бас где хоть каждый день проводить соревнования говорят, хайдайвинг очень хотят включить в программу олимпийских игр не просто так все и естественно, кто кроме как как-нибудь сумасшедший русский будет открывать 27-метровую высоту собственно, вот он здорово, пацаны! уже знакомый нам человек, кто не смотрел сервис Никиты обязательно посмотрите ну как, вышка? вышка вообще супер, реально настолько комфортная, что ее неожиданно просто нужно посидеть, расслабиться расслабиться именно сколько там глубина? 6 метров кто не в курсе, в шоу иногда бывает такая ситуация, что стоит тауэр, сколько там, ну метров 25 даже, наверное, ну 20 и глубина 3 метра 3 или 2,70 короче, вот здесь все условия для того, чтобы заниматься этим спортом вот смотрите, кто там наверху, это же Гарри 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 Хан отдыхает, как раз вот на расслабончике стоит а это на бортике, кстати, Олег Анатольевич Вышиванов если не самый крутой, то точно в топ-3 лучших в мире тренеров по клиффдайвингу привет из самого сильного крупного города Китая с самыми большими вышками всем любителям каналов Вадима Бабешкина всем, всем уже много лет семьей живет в Китае и его младшие дети, кстати, очень помогли мне разобраться, что тут говорят к открытию китайцы решили сделать крутое шоу честно говоря, я надеялся увидеть что-то более грандиозное в итоге целый час было что-то на уровне студенческой самодеятельности сначала некоторое подобие ирландских плясок очень странно затем некоторое подобие шоу черлидерш тоже странно затем китайские прыгуны показали некое подобие прыжкового шоу без шуток китайцы совсем не умеют делать показательные прыжки в воду поэтому в китайские шоу в основном приглашают работать ребят из России, Украины и Белоруссии также я заметил, что многие сидят под зонтиками хотя дождя не было и не сказать, чтобы было очень жарко они без зонтиков не выходят а что это делаешь? они за кожей следят они не любят, когда у них все у меня кожа у них должна быть белая кожа на пляже или когда приходишь, знаешь, одевают такие маски да, глаза, рот, и все и сидят, и полностью как в этой сети сидят и пришло время показать класс прыгунам в воду с огромных вышек среди которых, кстати, китайцев нет так, но для начала проведу вам экскурсию на 27 метров это уникальные кадры вот как раз делаю вам обзорную экскурсию, что тут вообще происходит здесь выход это 5-метровая высота на самом деле с 5-ти метров уже стрёмно так, здесь, значит, такая разминочная площадка и вышка 7 метров 7 метров это уже немало некоторые, кто приходил в гости ко мне на канал даже с 7 метров не могли прыгнуть начинающие олимпийские, так сказать, надежды открывают в 10-ти метровую высоту а там 15 метров в принципе, метров с 15-ти можно навернуть реально пятерное сальто часто вы спрашиваете вообще, какую максимальную сальтуху можно навернуть с разных высот в принципе, метров с 15-ти можно навернуть реально пятерное сальто один мой друг уже попытался это сделать, его потом вылавливали вот высота 20 метров с этой высоты я выигрывал чемпионат Европы по клифф-дайвингу вот, 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 вот реально ссыкотно даже стоять здесь а если прилететь там на живот или на спину, то есть вероятность, что нужно будет доставать спортсмена кстати, напомню, что сейчас у нас 6 декабря вообще обожаю такое 6 декабря первый раз я в таких условиях в это время года и мне нравится красота, с которой вот просто вообще прыгать не надо вот, просто посмотрите, как отсюда выглядит бассейн с 27 метров обязательно нужен спасатель на воде так как если что-то пойдет не так, то почти наверняка может вырубить обводу надеюсь, что сегодня ничего такого не произойдет и честно говоря, за себя я тоже немного беспокоюсь так как давно не прыгал с больших вышек вот это вот, блин, реальная жесть 27 метров только вдумайтесь, это как девятиэтажное здание рис, вот рис, еще капуста это яйцо, походу, омлетик это курица, а под курицей что-то еще лежит грибы грибы? грибы, да на хрена мне столько грибов вкусно жирное, пипец картошка брюновая по-моему, даже была не картошка, а какая-то корешки какие-то мясо было не мясо как бы, а это косточки только как собаки вообще в Китае с едой, как известно, свои обычаи нас ведь покормили там ужином причем, как нам сказали, они сделали максимально не экзотическое меню тем не менее, куриные лапки я попробовал а Маша рассказала, что ела еще всяких кузнечиков короче говоря, у меня осталось впечатление, что еда в Китае это дошики и разная дичь кстати, о дошиках на следующий день после супер-бассейна я поехал на один день в Макао к своим друзьям, которые работают в House of Dancing Water в самом крутом водном шоу которое, по слухам, стоит чуть ли не миллиард долларов напишите в комментариях, если интересно о таком узнать а насчет дошиков я купил там парочку уникальных могу их разыграть хватит о еде, пришло время наконец-то посмотреть кто будет прыгать с супер высоты и главное, кто будет первым с 15 метров начинает Антонина Вышиванова из Украины дочка Олега Анатольевича простенький прыжок, но зато совсем без брызг с 20 метров Джинджер Хюбер из Америки которой на секундочку уже 45 лет когда на нее смотрю, то вообще не знаю, что вам сказать насчет возраста для клифф-дайвинга Джинджер, как впечатление? это потрясающе! я никогда не думала, что увижу что-нибудь подобное еще один прыжок с 20 метров Лисан Ричардс из Канады которая помимо своих побед в Рэдбуле известна тем, что у нее трое детей ну и кто же первый прыгун на 27-метровой высоте? да, друзья, это наш Никита Федотов блестящая сальто вперед летом вышка вообще супер затем Дэвид Култури из США многократный победитель и призер мировой серии Рэдбул кстати, это тот парень, которому вырезали селезенку после неудачного прыжка с 20 метров тут он прыгает первый раз после операции кто не видел выпуск про его неудачный прыжок ссылка должна появиться в углу и в описании ну и самый крутой клиффдайвер всех времен и народов Гэри Хант из Великобритании человек выиграл безумное количество чемпионатов мира, мировых серий учит русский язык и играет на фортепиано уникальный человек, что тут сказать не собираешься теперь переезжать в Китай? вообще заманчивая идея особенно учитывая то, что сейчас декабрь в этот раз все удачно но потом, когда здесь проводили Кубок мира, случилось это Константин Попович из Румынии на разминке потерялся и вошел боком его сразу же отправили в больницу на обследование это очень опасно, так как он мог остаться без уха вы сами видите, какие синяки но каким-то чудом он обошелся ушибами и растяжениями а через два дня занял третье место но это уже совсем другая история и вы, наверное, спросите Вадим, а где же твои прыжки? друзья, многие из вас видели серии где я рассказывал, что у меня проблемы и с ногой, и со спиной тем не менее, я решил рискнуть я начал с десятки, вроде бы тьфу-тьфу, нормально затем пошел на 15 метров и в первой попытке мне стало не очень комфортно поэтому я пошел попробовать еще раз и скажу честно, после этого мне расхотелось идти даже на 20 метров а тем более выше нога снова стала болеть такой вот получился выпуск напишите в комментариях, хотите продолжение из Макао? от себя честно скажу я понял, что мне не нужна такая огромная вышка и такой гигантский бассейн для создания контента так как это чересчур много будем искать, двигаться дальше в любом случае, я рад, что получилось съездить и сделать такой контент для вас берегите себя и не прыгайте с таких больших вышек